всем доброго утра друзья выходного дня я в субботу снимаю может быть сегодня выйдет ролик может быть воскресенье но надеюсь что всех будет это приятный выходной день хотя у меня за окном дождь ну да ладно значит поработаем сегодня хорошо итак сегодня будем рассматривать модель гибридную кира метеор прислал мне их алексей автор канала алекс дозор ссылку и в описании оставлю в общем моя аудио дружба продолжается с лёхой и будем выносить из этого пользу для всех и так я вообще у него попросил кибир аврора по определенным причинам и потом обзоре это все расскажу но он по своей инициативе положим туда и кира и метеор сказал ты гибриды не любишь вот познакомься с моделью там есть о чем рассказать будет но знакомься ну положил и положил я очень благодарен и лучше два материала снять чем один я и а вид кью положил не зря сюда потому что тоже 2 драйверная модель тут точно такая же схема 1 динамический излучатель 1 арматурный на планшете вы видите характеристики 10 миллиметров динамо 1 балансная арматуры 12 омс импеданса 105 децибел чувствительность слушал я кстати эти наушники не пошли пришли ко мне не в комплекте лёха так положил их просто к а вроде я слушал их на чисто серебряном кабеле от компании xinx теперь поговорим немножко так конструкции вот такие вот фейсплей ты есть тут отверстие сверху причем 2 одно такое с трубкой латунной друг другая просто как бы канал идет звуковой по моему на заднюю поверхность динамического драйвера внутри я сейчас покажу попробуем рассмотреть каналы видны динамический излучатель виден и вот как бы правильно подсветить в общем арматуру тоже можно разглядеть вот она и два канала которые идут независимо друг от друга вот так вот что хочу показать я тут какой такого разбора по частотам не вижу смысла там сильно рассусоливать в общем смотрите в чем прикол я сегодня кстати отвлекусь чуть-чуть смотрел один из роликов канала депо 196 и там вот блин дядька классно так вещать недавно зашел на канал классно как мысли излагает и такие правильные вещи говорит и вот одна фраза такая прозвучала что чем больше знаешь тем меньше тратишь денег тем меньше у тебя расходы и вот это тоже мне подвинула к снятию ролика насчет вот этих наушников вот точно вот точно если бы я ну знанием не позволяют например обойти эту модель я бы и никогда не купил вот увидя на странице товара описание там характеристики фотографии он понял бы что ходить сюда не нужно вот это тоже к слову о том что больше знаешь меньше тратишь присвечивал кстати я попутно скажу вот такой мне на ключный фонарь и уже давно в использовании несколько лет на это night core tube кому интересно вот тоже один из таких гаджетов прям гаджетов которые качество жизни поднимают тоже вот еще какую-то свою такую маленькую копеечку вклад в уровень в качество жизни классный на ключный фонарь двойным кликом одним кликом и включаем двойным кликом на всю яркость там по моему 30 люмен и 1 люменная на низкой вот можно удержать и и плавно увеличивать или уменьшать яркость надо его зарядить сейчас вода в одной паре светит потому что свет часто отключают в общем night core tube при своей цене там я не знаю порядка 250 гривен он стоит сейчас не знаю но класса своим аккумулятором micro usb порт здесь просто офигенная вещь присветить где-то на улице в квартире там но в общем не сейчас мы им воспользуемся я покажу вам плату кроссовера смотрите сюда вытру отпечатки пальцев вот я когда достал из коробки сразу так интересно блин просвечивающая модель умен классно как все видно там анатомии это и вот кроссовер вот пожалуйста кто хоть немножко в теме кто хоть чуть-чуть вникал там имел дело с тюнингом там акустических систем к примеру не наушников скажет кто ходил дальше блин среднего уровня кто был в другой области чем ширпотреб вот смотрим на кроссовер видим два спаренных конденсатора один одиночный наверняка он на этот на арматуру уйдет эти два наверно в параллель возможно идут как режут низкочастотный динамик и два резистора вот два резистора то есть два резистора они стоят наверняка один на высокочастотный динамик другой на низкочастотный я точно не знаю да я предполагаю но и когда я вижу на плате кроссовера два резистора смысла говорить о звуке тут уже не будет звука здесь не будет музыки здесь не будет это вот стоит просто посмотреть их слушать не надо да вроде бы оформление классное никаких там сеток звуководах или прочего я просто представляю сюда еще какой-то звуковод фильтр поставили но там бы вообще было плита глухая темная ночь в общем внешний вид конструктив класс в руках приятно держать в ушах сидят просто замечательно классно все великолепно но по звуку как сказать звука нет звука здесь нет это звук зажат задавлен плюс шив как этим кроссовером это настолько несогласованная херня получается буду так конкретно говорить потому что кто в лес кто под рова низкие частоты непонятная субстанция то есть в синтезированных каких-то композициях где синтезированные низкие частоты там понятно там объем искусственный придан но какая-то накачка есть там глубина электронную музыку здесь можно слушать просто ну глупо и ты глупо и ты хорошо вроде бы как и низко и объемно но я говорю о тестировании на живой музыки на живых инструментах и здесь ничего нет вот вообще ничего нет звук темные разрешения нет деталей нет низкий частот играет отдельно от другой части диапазона середина это единственно что здесь можно иногда что-то получить от средних частот середина да она может где-то когда-то сыграть более-менее неплохо более менее эмоционально это да но высокие частоты это арматура какого она тут качества я не знаю высокие частоты коротко не информативно послезвучий нет атаки энергии это вообще мы тут не говорю здесь просто нет все ним ровным полотном здесь просто громкость каких-то звуков или музыки слит на здесь нет именно навал вот такой если подмажем без просто навал звуков на тебе идет и все никакой отдельной энергии инструмента никакого ореола от звука то есть послезвучия объема от инструмента не говоря уже об акустике помещения здесь нет просто из из тишины вот и возникают какие-то звуки поэтому модель вот сколько стоит в гривнах это 3000 гривен не посмотрел пускай там 70 60 70 долларов это это ужасно не могу рекомендовать эту модель только лишь красивый внешний вид удобная посадка синтетику как будто слушать да но просто зачем ты такие деньги платить мне вот непонятно я положил его то а випью в кадр я на них такой унылый обзор делать и потану блин ну чё сказать таку так они играют лучше они играют однозначно лучше они чуть-чуть дешевле ну там хоть как-то слитная подача там хоть какая-то энергетика есть отдельная хоть где-то она там прослеживается слитный звук гораздо более слитный нежели в этой модели ну коврочек крайне недоволен в общем такое я как бы так сказать мы дня на каком-то масле вот по-другому не могу сказать проходим мимо не рекомендую в общем вот такой вердикт блин больше сказать нечего все пока